Всем привет! Меня зовут Елена Минина. Я сегодня тут собралась в отличной компании и хочу рассказать вам то, что вы хотели знать, но боялись спросить о моем новом проекте Tiger School. Пожалуйста, расскажите о вашем обширном музыкальном образовании, которое, вероятно, было классическим. И как вы решили связать себя с рок-музыкой и сразу так серьезно заявить о себе в этом жанре? Да, вы правы, но я действительно было классическим. Академическое образование, которое, как водится, начинается очень рано. Мое началось в три года, когда я стала петь в хоре и заниматься... Да, очень маленькая была девочка и заниматься на фортепиано. По первому образованию я пианистка. Я очень рада этому обстоятельству, потому что, мне кажется, вокалист должен не только петь, а должен владеть музыкальными инструментами, вообще более разносторонне знать музыку. Это дает возможность творить в полном смысле этого слова. Это кратко. Кратко об образовании. Вообще говоря, переходя к теме, как я дошла до жизни такой, что пела всю жизнь оперные арии и романсы, а потом вдруг увлеклась тяжелой музыкой. Ну, мне кажется, что как-то меня к этому вела какая-то судьба, с одной стороны. С другой стороны, я много чего попробовала. Попробовала петь популярную музыку, эстрадную музыку, джазовую. И везде как-то находила свои прелести, потому что, мне кажется, что посредством разных жанров и стилей можно о разном говорить со зрителем. Вот, потом, с тех пор, как я приняла участие в проекте «Голос», да, с тех пор, как я стала работать с Александром Борисовичем Градским, мой спектр в жанрах расширился еще больше, вот, потому что он скучать не дает, он любит, чтобы было разнообразно. И, конечно, под его началом я уже освоила не только академические арии романсы, там были и теперь уже работа в его театре. Я уже спела все, начиная от Высоцкого и заканчивая Битлз. Это все очень здорово и интересно, но меня тяжелой музыки, на самом деле, как выяснилось, влекло довольно давно. И так очень здорово сложилось, что, ну, во-первых, Александр Борисович тоже связан с рок-музыкой как-то всю свою жизнь, и он дает в этом плане развиваться. А уж с таким более тяжелым направлением относительно недавно я познакомилась, зато сразу очень плотно. Благодаря моим отличным, хорошим знакомым, которые в этой сфере оказалось достаточно много, в частности, очень благодарны группе «Эпидемия», которые стали приглашать участвовать в их проекте. А потом я уже сама стала думать на эту тему, интересоваться, и вот таким образом появился, не знаю, откуда-то вот спустился на меня этот проект. Звезды сошлись, и теперь я здесь. Елена, расскажите, пожалуйста, о вашем первом контакте с Александром Байером. Это очень интересная история. Алекс любит говорить, что она странная, но я считаю, что это судьбоносная история. Я начала интересоваться этим направлением в какой-то момент, и, конечно же, искала в социальных сетях, каких-то в интернете по хэштегам творчество команд, законодателей, скажем так, мод в этом жанре. Естественно, это европейские в основном представители. Ну и, собственно, откнулась просто на картинки с фестиваля. В общем-то, не могу сказать, что я очень увлеклась самими картинками, но лайк я поставила. И благодаря этому лайку он меня нашел, увидел, что я пою, ему понравился тембр, и он написал мне, не хочу ли я попробовать его материал. И с первых же тактов материал мне очень понравился. Я поняла, что я хочу это спеть, я хочу вложить в это все, что накопилось в каком-то творческом моем поиске. И в результате вот так получилось, что мы буквально за несколько месяцев взяли и записали альбом. Как происходил процесс записи? Сложно ли было делать это на расстоянии, когда вам приходили лишь сухие файлы? Сколько времени занимала запись? На самом деле не сложно было записывать, потому что каждый приходящий файл для меня был целым космосом для творчества. Я очень рада, что Алекс давал мне свободу придумывать свои там бэк-вокал свой. Я напридумывала столько его. Сама же исполнила. С большим удовольствием мне это все очень нравилось. И где-то изменить мелодию. И ему на самом деле нравились мои какие-то поправки, потому что мы мыслим в одном направлении, и это замечательно. Сколько времени на каждую песню по-разному, естественно, уходило. Какие-то прям быстро с первого раза просто записывались элементарно. Как-то ложились сразу некоторые, которые по смыслу может быть сложнее, музыкально иногда они сложнее. Приходилось несколько дней прям вот так обдумать, попеть, отложить, вернуться к ним. Потом я приходила на студию, записывала и иногда даже переписывала. То есть я приходила домой и понимала, что это не то, что мне хотелось бы. Вот. И переделывала немножко в другой манере или что-то меняла. Но в основном оно всегда как-то заходило сразу. Видео для трека «Принцесса тьмы» из альбома было также снято одновременно и в Москве и в Германии. Поговорим немного о процессе съемок, особенно о том, как это было сделано. Две команды, две страны. Как все сошлось? Я сейчас буду изо всех сил рекламировать этот клип, потому что мы им очень гордимся. Он нам дался не так просто, прямо скажем. Это просто эпическая история. Она началась с того, что, во-первых, когда наш замечательный лейбл, которому я, кстати, хочу передать привет и просто огромной благодарности, сказал, что нам нужна стори видео на один из треков. Они его выбрали, но мы были не против, потому что это совершенно чудесный трек, который дал название нашему альбому. Когда выяснилось, что он нужен, я прибегла к помощи моих чудесных друзей Оли Лобашовой и ее мужа Андрея Лобашова, которые придумали потрясный совершенно сценарий, который меня сразу очень увлек. Он был сложный, дико сложный для исполнения, но мы решили, что мы все это сделаем. К тому же я обратилась также за помощью к моей подруге, художнику по костюмам, которой мы придумали этот образ «Принцессы тьмы». Целую прямо такую историю изобразили. Я начала, на самом деле, о ней задумываться еще когда песню записывала, потому что его можно по-разному трактовать и всегда интереснее слушать или смотреть что-то, когда у тебя это не просто красивая картинка, а что-то действительно осмысленное и продуманное. Для этого нужно простраивать образ, нужно относиться к этому персонажу как к какому-то живому созданию, и мы это сделали. Все это придумали, начали снимать, и тут выяснилось, что Москва не очень рада нашим съемкам, она устроила нам просто жуткий катаклизм, когда у нас в июне вместе шел снег, вот только в то, я не знаю, там каких-то тайфунов не налетело, а так нашим съемкам мешала просто каждый день погода, было очень тяжело. В съемках у нас участвовал ребенок, вы обязательно посмотрите этот клип на ютубе. Ребенок — это не простой, это моя дочь, ей всего пять лет, и, конечно, присутствие ребенка на съемках — это всегда непросто, но в сценарии был прописан такой образ, такой персонаж, которого сыграла она, и на самом деле она осталась довольна очень этим опытом, и мы остались очень довольны, потому что это было жутко интересно. Жутко интересно было снимать в центре Москвы, когда мы вырядились в этот костюм, сделали там сумасшедший мейк, и люди подходили, пытались сфотографироваться со всем этим делом. Вот. Ну, действительно, я почувствовала себя настоящей королевой, принцессой, в которой проявлено столько внимания, которое, конечно, на съемках даже иногда мешает. Но зато работаем и своей гордимся, как на российской стороне, так и на немецкой. Немножко об этом расскажу. Расскажу о том, что вот, к сожалению, наша группа в данный момент, так скажем, разделена по разным странам. Но в клипе, как сказал режиссер Оля Лобашова, она сказала, что в клипе должна быть вся группа целиком. Я придумаю, как это сделать. Она придумала всю эту историю зеркалами для того, чтобы ребята, Алекс и Ральф, смогли отснять со своей съемочной группой себя на фоне Хромакеев. А здесь мы бы все это смонтировали. И вот так все получилось. Группа в клипе целиком. Еще раз говорю вам, посмотрите и получите удовольствие. Наслаждайтесь вместе с нами. Расскажите, пожалуйста, что вы и Тайгерс Клоу делаете в настоящее время? Что мы делаем сейчас? Мы радуемся жизни. Мы очень счастливы, на самом деле, потому что большой интерес проявлен со стороны каких-то изданий, крупных изданий, да, европейских, которые пишут статьи, интервью о нас, рецензии. И в основном они положительные. Мы читаем и радуемся. Также мы очень рады, что многие радиостанции взяли в ротацию, и теперь мы звучим из колонок и во Франции, и в Германии, естественно, в Канаде, в США, в Австралии. В общем, «Принцесса тьмы» завоевывает мир. Этому мы тоже успеваем порадоваться. Готовим всякие радио-шоу, какие-то гест-шоу, где представляем свою музыку или музыку команд, которые нас вдохновляли, да, на творчество которых мы где-то опираемся, любимых наших команд. Также, естественно, мы вот даем интервью. Или еще самое, может быть, важное, мы готовим следующий диск. Алекс уже написал несколько треков, и я недалеко, как вчера, слышала один из них. Он совершенно богический. Я влюбилась повторно. Уже хочу начать записывать, но сейчас там работу проделывает Ральф. Работа кровавая, надо сказать, потому что очень такой быстрый, очень энергичный трек. Вот. И хотим порадовать, наконец, уже своих фанатов новыми вещами. Собственно, все. Елена, а теперь же вытрепещущий вопрос, который волнует всех поклонников вашего голоса, фанатов тяжелой музыки и любителей группы «Тайгерс Клоу». Планируете ли вы поехать в Германию для того, чтобы воссоединиться, так сказать, воплоти с группой и порадовать нас своими живыми выступлениями? Да, действительно, интересно. Я мечтаю, наконец, выкрать время, возможность и съездить такие просто, обнять, наконец, этих гениальных ребят. Ну, просто, на самом деле, я ведь там ни разу не была. Это совершенно беспрецедентный какой-то случай. Точнее, я была в Германии, но это было давно и неправда, и совершенно не по тому поводу. Теперь, наконец, я хочу это сделать, и обязательно в этом сезоне я это сделаю. Я просто не знаю, буду я-не-я, если так не произойдет. Насчет живых выступлений, да, это животрепещущий вопрос, который зависит от того, насколько много интереса будет проявлено к альбому, да, к музыке. И, конечно, это зависит не только от нас, а сами понимаете, что это зависит от вас, дорогие слушатели. Очень надеемся, что он действительно, ну, вызовет серьезный резонанс, конечно, потому что сценическое исполнение – это мечта, большая мечта. Надеемся на вашу помощь, дорогие наши поклонники, наши фанаты. От вашего интереса зависит, выйдем ли мы, наконец, на сцену, живую настоящую сцену, потому что у нас есть такое желание, это наша большая мечта. Мы хотим своей энергетикой, своей музыкой делиться с вами и вживую тоже. Ну и напоследок просим вас сказать несколько слов своим поклонникам, любителям тяжелой музыки и всему населению земного шара в целом. Послание всем людям на земле. Послание мое будет всегда, оно всегда одно и то же. Побольше музыки, хорошей музыки вокруг вас, такой, как Таггерско. И, конечно же, вообще хорошее настроение, зажигать я желаю. Желаю любви, потому что я вас всех очень люблю. Без вас ничего бы не было. Я живу ради вас. И, в общем-то, все. Субтитры сделал DimaTorzok